Потому что мы все-таки не инициаторы этого конкурса, а с удовольствием принимаем участие. Поэтому если у Росатома есть заинтересованность в поддержке талантливых наших школьников, мы всегда будем с удовольствием в них принимать участие. А с благодарностью спасибо. Ну и продолжаем. В начале февраля Демитровград стал одним из трех городов, где пробовали новую систему проведения ЕГЭ. Как прошли такие эксперименты над школьниками? Кто участвовал? Ну, мы будем говорить не эксперимент над школьниками, а эксперимент сами для себя хотели бы узнать. У нас еще в октябре месяце в Центре информационных технологий в Ульяновске было совещание, на котором принимал участие представитель из Министерства образования Российской Федерации. И вот на этом совещании было принято решение опробировать несколько моделей в новой форме ЕГЭ. Но все равно ЕГЭ – форма единого государственного экзамена. Это город Заречный, Ангарск и город Демитровград. Мы опробировали две модели. Первая модель – это когда проводится единый государственный экзамен вне образовательного учреждения и с организаторами не от образования. Это в Центре искусства на улице Куйбышева. Проводили мы это с участием представителей и от администрации города, и с других структур, которые к образованию никакого отношения не имели. А вот второй эксперимент – это уже в самом образовательном учреждении, но, опять же, организаторами были не люди от образования. Вот хотелось бы отметить, что участники эксперимента так говорят – абсолютно без разницы. Если ты знаешь, то неважно, кто тут рядом с тобой есть, если ждать откуда поддержки, ее все равно нет. Поэтому надежда только на свои знания. Поэтому единый государственный уже в рамках государственной итоговой аттестации, он пройдет в обычном нашем режиме, который мы уже на протяжении 7 лет проводим его. То есть уже к чему привыкли. Да. Ну вот школьники отзываются так, а наверняка разговаривали с тем, кто проводил. Им тоже пришлось попробовать себя в новой стезе. Да, действительно. Но мы очень хотели бы выразиться благодарность, пользуясь случаем, потому что наши организаторы, которые очень серьезно восприняли взлагаемую на них миссию, провели его так блестяще, что представители из Министерства образования Ульяновской области, которые присутствовали на этих экзаменах, отметили высокий уровень как знаний, потому что люди готовились, они читали все документы, так и самоорганизованность, понимание этого дела. Поэтому очень было приятно работать с понимающими, знающими людьми. То есть подошли с ответственностью? Конечно, с половиной. Ну вот школьники, они пробовали, какие экзамены они сдавали вот в этом эксперименте, в пробном? На сегодняшний день они сдавали общество знания, русский язык, математику. Мы им предлагали исключительно только в рамках, скажем так, своего желания, никого не принуждали. Поэтому вот такие эксперименты, они, наверное, для них уже достаточно привычны, потому что репетиционные ЕГЭ мы проводим, которые помогают, пробные ЕГЭ. Поэтому вот попробовать свои силы именно когда еще, ну, конечно, мало, три месяца впереди остается. Но тем не менее, есть же еще шанс увидеть свои какие-то слабые позиции и подготовиться. Ребята принимают с удовольствием участие. Спасибо большое. Ну и поговорим о модернизации системы образования. Какая работа провелась уже и какая будет? Действительно, очень интересный с прошлого года идет проект. Это комплекс мер по модернизации общего образования. В Ульяновскую область и, в частности, в городе Митровград заходят сейчас очень большие, хорошие федеральные деньги. А это действительно большая поддержка, потому что, перейдя на новый федеральный государственный образовательный стандарт, это главное, это создать условия для получения качественного образования. Условия это, естественно, как ремонтная работа, так и технологическое оборудование в школьной столовой, потому что без здорового питания не может быть здорового ученика. И, соответственно, вот в прошлом году у нас шесть школ приняли в этом участие в конкурсе, и получили гранты в различных размерах, в зависимости от количества учащихся. Это было порядка 15 миллионов привлеченных в бюджетных средств федеральных. И в этом году, в январе, министр образования Ульяновской области Уба Екатерина Владимировна успешно защитила проект комплекса мер по модернизации Ульяновской области, в рамках которого начался новый конкурс. Первый этап он завершен. Это школа-ресурсный центр. Три школы у нас приняли, три школы повышенного уровня приняли участие. Это многопрофильный лицей, городская гимназия и педагогический лицей. Марина Ивановна, мы сейчас прервемся снова на рекламу и снова вернемся через несколько минут. По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление более 8 литров спирта в год на душу населения ведет к необратимому угасанию и от носа. Россия и ее соседи Турция Потребление алкоголя полтора литра в год. Прирост населения 900 тысяч в год. Государство Средней Азии Потребление 2,6 литра. Прирост населения 585 тысяч в год. Китай Потребление 5 литров в год. Прирост населения 6 миллионов ежегодно. Россия Потребление алкоголя на душу населения 15-18 литров в год. По данным Федеральной службы государственной статистики, с 1992 года средняя убыль населения в год составляет 774 649 человек. Береги себя. Ищешь работу? Тебе поможет портал 3сосны.рф Заходи в раздел «Работа», кликай «Добавить резюме». Напиши максимально полную информацию о себе и о желаемой работе. Поздравляем! А тебе уже знают тысячи работодателей. Три сосны у нас не заблудишься. И мы снова в студии. Телекомпания «Дим ТВ» сегодня на вопросы граждан отвечает начальник управления образования Марина Ивановна Проткова. К нам поступает очень большое количество вопросов. Если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не переживайте, мы не обошли его стороной. Он просто либо не по адресу к начальнику управления образования, либо он требует дополнительной проработки. Марина Ивановна, вы начинали говорить о модернизации системы образования. Какие еще учебные заведения в этой программе? Ну вот в этом году, я повторюсь, городская гимназия, многопрофильные лицеи и педагогические лицеи стали победителями в такой номинации, как школа-ресурсный центр. В рамках этого проекта они получают денежные гранты. Часть из них идет на ремонтные работы. Так, например, в многопрофильном лицее это 3 миллиона рублей. Это достаточно хорошая сумма. 2 миллиона идет на педагогические лицеи на ремонтные работы. И на оборудование идет в городскую гимназию 5 миллионов, в многопрофильные лицеи 4 и в 2 миллиона в педагогические лицеи. Таким образом, уже 16,5 миллионов мы уже получили бюджетных средств в рамках этой модернизации. На сегодняшний день наши школы заявились, и остальные школы заявились уже в других номинациях. Вот так эффективная информационная среда школы 19, социокультурный центр школы 17 и 27 и еще 7 школ заявились в конкурсе школы равных возможностей. Это очень удачное. Мы надеемся на победу наших школ, потому что это удачный подспорье будет им для создания тех необходимых условий. Мне бы еще хотелось добавить, что опять же в рамках модернизации нескольким школам придет денежное средство на приобретение технологического оборудования в школьной столовой. Оно у нас действительно уже поизносилось, это очень важно. И будет выделена определенная сумма из расчета на каждого ребенка в каждую школу на приобретение спортивного инвентаря. И мы здесь ставим задачу руководителям в первую очередь решить вопрос и проблему. Это пополнение лыжной базы. У нас, к сожалению, сейчас действительно комплект лыж достаточно мало у кого есть, поэтому прикупить, может быть, по одному комплекту для начальной школы, для среднего звена, для старшего звена, это будет одна из задач школы в рамках модернизации. То есть все-таки здоровье впереди. Хорошо, у нас подошли вопросы очень много. Какие суммы возвращают за путь, так, секундочку, ребенок учится в девятой школе, всю зиму в школе холодно. С января эти дети занимаются верхней одеждой. Температура в холле 8 градусов. Да, это мне бы хотелось... Да, это действительно так, и мы это признаем, потому что родители к нам обращались. Здесь на сегодняшний день проведена довод таких сильных морозов, ревизия левого крыла, а вот правые не успели мы доделаться, начались морозы, отключать систему отопления, не рискнули. Поэтому ремонтные работы там продолжаются. Сейчас закуплено ряд таких материалов, которые необходимы будут, и в обязательном порядке, вот как только немножечко еще морозы спадают, и мы сразу к ремонтным работам, уже таких глобальным, будем приступать в школе 9. И мы рекомендовали директору, и там действительно был издан приказ о прекращении занятий в тех кабинетах, где она с наиболее низкой температурой, и разрешить ребятам не перебываться у второй обуви, потому что действительно холодно, и здоровье это важнее. То есть меры, в общем-то, предприняты? Да, сейчас мы этим занимаемся. Родительница учеников в школу номер 2 задает вопрос. Мы написали отказ от медицинской помощи, а моим детям все же поставили прививки, не предупредив и не сказав ничего. Как такое возможно? Ну, я бы хотела отметить, что на сегодняшний день прививочная кампания у нас не идет. Это, скорее всего, была проведена проба МАНТУ, обычно в этот период времени она проходит. У меня просьба к родителям, вот письменные заявления оставлять медицинскому работнику, чтобы никаких вот таких проблем, ситуаций, вот таких, которые сейчас возникло, ее не было. Спасибо. Родители учеников в пятой школе интересуются, правда ли, что в связи с ремонтом начальной школы ОМПЛ переводят в четвертую школу? И почему туда нельзя перевести старшеклассников? Ведь родители и малыши не всегда могут сопровождать своих чат. Мы действительно вели разговор о том, чтобы оптимизировать нашу сеть и присоединить четвертую школу к многопрофильному лицею. И разговор шел, скорее всего, о создании на базе четвертой школы школы старшеклассников, что было бы достаточно оптимально. Но мы рассмотрели все возможные варианты и увидели, что школа старшеклассников в том составе педагогическом, который есть в многопрофильном лицеи, она нецелесообразна, так как учителя ведут эти же предметы и в среднем звене, и в старшем звене. К сожалению, такого количества педагогов, которые могли бы квалифицированно преподавать, мы не смогли бы найти. И переводить туда начальных классов мы не рискнули, потому что все-таки отдаленность четвертой базы здания школы достаточно велика. Поэтому сейчас мы приняли решение отложить эту ситуацию. Может быть, какой-то будет новый вариант. Поэтому новый учебный год, 12-13 год, мы начнем на тех же площадях, на которых сейчас школа и занимается. То есть никто никуда не переезжает? Пока не переезжает, да. Хорошо. Спортзал, школа номер 27, обваливается потолок. Когда будут предприниматься действия ремонта? Ну, мы школу регулярно обследуем, проедут специалисты туда и завтра посмотреть. Насколько я знаю, там проблема с светительными приборами, которые, может быть, и штукатурка осыпается. Ну, такого, чтобы отваливался потолок, конечно, у нас такой ситуации нет. Но завтра мы съездим туда для того, чтобы посмотреть. Вот Нина Ивановна Федосова. Интересуется, ребенок учится в 17-й школе, 4-й В-класс. Классный руководитель очень хороший, родителям все благодарят учителя Татьяну Геннадьевну. То есть такая благодарность. Очень приятно. Очень приятно. Спасибо большое, Татьяну Геннадьевну. Передадим. И также 5-я школа, 6-й В-класс. Классный руководитель собирает деньги на установку турникетов. Родители против. Некоторые деньги уже сдали, хотя сказали, что деньги вернут, а турникеты устанавливаться не будут. Поясните ситуацию, пожалуйста. Действительно, у нас обратилась организация, которая предложила такую услугу, как установка турникетов, для того, чтобы обеспечить безопасность детей, потому что пропускной режим будет уже чужой, не зайдет только по своим определенным карточкам. Но на сегодняшний день вот такого отзыва и понимания от родителей мы не нашли. Нужды в этом родители не увидели, поэтому мы с директором многопрофильной улице вели разговор. На сегодняшний день они отказались от установки турникетов, поэтому денежные средства все в обязательном порядке должны быть возвращены родителям. Мы это просто проконтролируем, посмотрим. Хорошо, спасибо. Также вопрос. Ребенку 14 лет учатся в 8-м классе. Ребенок трудный, и нам очень нужна помощь психолога. Что нам делать, и нужно ли нам написать заявление в школу, чтобы с мальчиком занимался психолог? Скажите, как быть? Я думаю, что вопрос, во-первых, этого очень актуальный в свете нынешних событий, которые сейчас происходят во всей нашей стране. Не просто можно, а даже нужно обращаться к школьному психологу. И мы можем даже порекомендовать, может быть, психологов из других школ, которые тоже более квалифицированы, может быть. Поэтому по телефону 4-56-73, Киселева Ольга Владимировна, она готова будет дать консультацию. Можете обратиться. Также нам поступил звонок от Гули. Ребенок ходит в 53-й детский сад, подготовительную группу. В мае будет выпускной. Может ли ребенок ходить в детский сад, оставлять ребенка не с кем? В саду пояснили, что это невозможно. Есть такое положение, и имеем ли мы право ходить в сад? Да, действительно, детский сад будет просто закрываться какое-то время на ремонт. Но дежурную группу мы все равно сохраняем. Вот для тех, которые действительно совершенно некуда будет деть. И на какой-то определенный период, тот же июнь месяц, можно будет оставить ребенка в детском саду. До проведения ремонтных работ. То есть такая возможность будет. Хорошо. Детский сад номер 48. Ребенок ходит в специальную группу. ЗПР. Вот задержки психологического развития, скорее всего, да? Девочке уже 7 лет, но еще хотелось бы один год походить в детский сад. Насколько это возможно? Потому что ребенок в школе еще не готов. Ну, вопрос похожий до этого был. Просто здесь уже возраст, если там только 6 лет был, здесь уже, к сожалению, 7 лет. Если медицинское показание все-таки будет, то можно. Спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам в студию. Я напоминаю нашим зрителям, что сегодня у нас был в гостях начальник управления образования. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok